В 1941 году, в разгар Второй мировой войны, Советский Союз оказался один на один против войск нацистской Германии и ее сателлитов. Хотя союзники по антигитеровской коалиции также вели боевые действия против Рейха, на Европейском континенте только Красная Армия сражалась с немцами на суше. Чтобы снизить давление на Восточном фронте, советское руководство добивалось от западных союзников срочного открытия Второго фронта. Долгое время союзники оказывали Советскому Союзу лишь материальную помощь по программе «Лэнд Лиза». В начале сентября 1941 года Сталин откровенно писал премьер-министру Великобритании Винстону Черчиллю. Советский Союз оказался перед лицом смертельной опасности и просит уже в этом году создать Второй фронт, где-либо на Балканах или во Франции, чтобы оттянуть на себя хотя бы 30-40 немецких дивизий. США к тому моменту в войну с Германией еще не вступили. Однако Черчилль, признавая, что на плечи России легла вся тяжесть войны, отказывался высаживать британские войска в Европе. Переговоры продолжались. В ходе Второй московской конференции Черчилль вновь сообщил Сталину, что считает невозможным открытие Второго фронта и в 1942 году. Этот момент для союзников был очень тяжелым. Немцы побеждали в Африке, а Красная армия отступала из Ростова на Дону, теряя позиции на Кавказе. Продолжались ожесточенные бои под Ржевом и Сталинградом. Тем не менее Черчилль, прибыв к Сталину в Кремль, обещать открытие Второго фронта ранее 43-го года не стал. По его словам, в сентябре 42-го года высадиться в Европе было невозможно из-за нехватки сил. К тому же погодные условия не позволяли переплыть через пролив Ла-Манш, который отделял Англию от Франции. Советский лидер в ответ обрушился на британского премьера с упреками и обвинил союзников в нерешительности. На что Черчилль все же заверил Сталина, что союзники высадятся в Северной Африке и проведут во Франции разведку боем. Всего через пару дней после Московской конференции британские войска высадились у французского города Дьеп. Однако разведка боем закончилась катастрофой. В скоротечном бою десант был полностью разгромлен. В то же время высадку союзников в Северной Африке Сталин не считал полноценным Вторым фронтом. Немецкий африканский корпус был отдельной группировкой, которая никак не влияла на ход военных действий на Восточном фронте. Одной из причин, почему Черчилль и Рузвельт были против скорейшего открытия Второго фронта в 43-м году, была нехватка десантных средств. Тем временем, после разгрома войск Роммеля в Африке, Рузвельт и Черчилль приняли решение начать высадку на Сицилию, чтобы взять под свой контроль судохвостов в Средиземном море и нанести болезненный удар главному союзнику Гикфера Италии. Хотя война в Италии отвлекла на себя около миллиона немецких солдат, итальянский театр военных действий не считался в Кремле тем самым Вторым фронтом. К тому же начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл считал Средиземноморское направление скомогательным по отношению к главной цели броску союзников через Ла-Манш и высадки в Северной Франции. Наконец, на конференции в Тегеране в ноябре 43-го года союзники дали Сталину обещание, что высадка в Европе состоится в 44-м году. Президенту США Франклину Рузвельту пришлось убеждать Черчилля, что в случае отказа англичан от высадки в 44-м году американцы будут вынуждены перебросить, простаивающие без дела, десантные суда на Тихий океан. Операция по высадке войск союзников в Северной Франции получила кодовое наименование «Оверлорд» в переводе на «русский повелитель», а непосредственно морской десант на пляже Нормандии проходил как операция «Нептун». Разработка плана высадки была поручена британскому генералу Фредерику Моргану. С итальянского фронта, ставшего второстепенным, в Англию отзывались многие военачальники, которым предстояло готовить войска к будущему десанту в Нормандии, в том числе генералы Монгомери и Брэдли. Из-за океана на Британские острова активно перебрасывались американские войска, которые приступили к интенсивным тренировкам. С целью скрыть планы союзников, правительство Великобритании по настоянию США ввело особый режим в прибрежных районах Южной Англии, где размещались готовые к десанту войска. Успех высадки союзников в значительной степени зависел от того, как быстро удастся накопить на захваченном плацдарме крупные силы пехоты и танков, способные выдержать немецкий контрудар. Неудачный рейд на Дзьеп в августе 1942 года показал, что захват порта являлся практически невыполнимой задачей. Гавани и порты были серьезно укреплены немцами, поэтому было принято решение захватить плацдарм стране от портов и создавать искусственную гавань, пирса которой получили условное наименование Малбери. Для отражения грядущего десанта в распоряжении немецкого командования во Франции, Бельгии и Голландии в начале июня 1944 года находилось почти 900 тысяч человек. В теории они представляли собой значительную силу, однако немецкие части были разбросаны на большом пространстве, поэтому союзники могли без труда создать локальное превосходство в произвольной точке высадки. Большие споры среди немецких командующих вызвал выбор стратегии отражения десанта. Имевший значительный опыт войны с союзниками, командующий группой армии Б фельдмаршал Эрвин Роммель считал, что вопрос об успешности высадки будет решен в первые 24 часа сражения, поэтому он выступал за удержание прочной обороны на побережье силами танковых соединений, другого мнения придерживался командующий войсками вермахта на западе Герд фон Рудштед. Он предлагал держать танки в глубине континента, так как они попадут под огонь корабельной артиллерии, а в случае высадки разгромить противника в маневренном сражении. В ответ на это Роммель напомнил о господстве союзников в воздухе. Висящие над головой истребители-бомбардировщики затрудняли любые перемещения войск. В итоге Гитлером было принято компромиссное решение. Три танковые дивизии получил Роммель и три Рудштедт, и еще четыре находились в резерве Верховного командования. Серьезным препятствием на пути реализации обоих вариантов было то, что многие немецкие подвижные соединения в Нормандии были недавно выведены с Восточного фронта на переформирование и в значительной степени утратили боеспособность. Между тем, наихудшим для немцев было соотношение сил в воздухе. В распоряжении 3-го воздушного флота сил Люфтваффе находилось около 500 самолетов, в то время как союзники могли противопоставить им более 7 тысяч боевых самолетов. В высадке в Нормандии предшествовало мощное воздушное наступление, длившееся несколько недель, с целью вызвать коллапс транспортной системы противника. Определенные надежды на успех немцам давал Атлантический Валут полоса укреплений вдоль побережья, однако в первую очередь укреплялись порты и прилегающая к ним территория, поэтому идея союзников с сооружением искусственной гавани открывала им дорогу для атаки наименее укрепленных позиций. Помимо препятствий и дотов, на берегу немцами были построены заграждения в море. Металлические ежи, бетонные пирамиды должны были пробивать днища десантных кораблей, поэтому союзным командованием было решено высаживаться во время отлива, когда все эти препятствия показывались из-под воды. За время до прилива саперы должны были подорвать заграждение, мешающее подойти к берегу. Первоначально датой высадки было назначено 5 июня, однако утром 4 июня высадка была задержана на сутки в ожидании улучшения погодных условий. Вечером того же дня Ризенхауэр принял решение начать отражение во вторник, 6 июня. В пользу союзников сработал кажущийся малозначительным факт вытеснение немецких метеостанций из Северной Атлантики, однако именно это помешало немцам увидеть приближающееся улучшение погодных условий, в отличие от метеослужбы англоамериканских войск. Эрвин Роммель даже уехал к семье, будучи абсолютно уверенным, что в ближайшее время высадки не будет. 6 июня 1944 года началась крупнейшая мировой истории морская десантная операция высадка англоамериканских войск во Франции. Через несколько минут после полуночи начался воздушный десант. В Нормандии высадились американские 82-я, 101-я и 6-я английская воздушно-десантные дивизии. Десантникам удалось избежать специальных противодесантных заграждений, так как они высадились ближе к побережью. Из-за потери ориентировки десант был рассеян на большой площади, но свои задачи он в конечном счете выполнил. Были захвачены несколько важных мостов, а некоторые из них взорваны, чтобы не допустить немецкие подкрепления в район высадки. В 3 часа утра побережье атаковали 2000 английских и американских бомбардировщиков. За налетом в 5 часов 25 минут последовала мощная бомбардировка немецких позиций с кораблей союзного флота. Казалось, что после града тяжелых снарядов на берегу не останется ничего живого. Ровно в 6 часов 30 минут началась высадка пехоты с десантных кораблей. Десант был сразу встречен шквалом огня и с пулеметов и артиллерии. Поддерживать первую волну десанта должны были специальные танки амфибии «Шерман», оснащенные водонепроницаемыми экранами и винтами. Однако волны их заливали и они тонули. Почти половина танков амфибии, которые должны были поддерживать высадку главных сил американцев на участке Амаха, пошли ко дну, не добравшись до берега. Немногие добравшиеся до побережья танки амфибии оказали неоценимую помощь высадившимся пехотинцам, расстреливая немецкие пулеметные гнезда. Сами танки вскоре попали под огонь противотанковых пушек бетонных дотов. Спасли положение эсминцы, которые приблизились вплотную к берегу. Под их огнем немецкие доты стали замолкать один за другим. Несмотря на то, что кризис первых минут на пляже Амаха был преодолен, обстановка оставалась напряженной. Специальные команды, которые должны были взорвать подводные ежи и пирамиды, понесли потери и в системе заграждений удалось пробить лишь несколько узких коридоров. Союзное командование ожидало, что сектор Амаха защищают второсортные немецкие части, не зная, что там обороняются солдаты 352-й пехотной дивизии вермахта, в которой служило немало ветеранов Восточного фронта. Вслед за первой волной десанта к Амахе прибывали все новые транспортно-десантные суда, сгружавшие войска и технику, которая, находясь под ураганным обстрелом, горела и уходила на дно. Тем не менее, к концу дня американцам удалось захватить плацдарн и начать выгрузку войск. Всего на участке Амаха высадились 34 тысячи человек. Захват этого сектора стоил 5-му американскому корпусу 4700 солдат и офицеров. Были потеряны 60 судов и катеров, 50 танков, 26 орудий. Однако почти везде, за исключением пляжа Амаха, немцы не сумели оказать союзникам ощутимого сопротивления. Высадка американцев на втором участке Юта прошла сравнительно гладко. Юта находилась в основании полуострова Катантен. Он был слабее укреплен немцами, так как высаживаться на полуостров и затем пробиваться с него на континент было бессмысленно. Между тем, этот участок был полезен для обеспечения фланга и соединения с воздушным десантом. На Юте оборонялось всего около роты немцев и выехавшие из воды танки-амфибии быстро расстреляли пулеметные гнезда. В день Д на участке Юта высадилось около 23 тысяч человек и 1700 единиц транспортных средств. Потери составили всего 197 человек. Высадка британских и канадских войск на участках Голд, Джуна и Сворд происходила гораздо успешнее. Однако отставание от плана все же имело место. Одной из основных целей первого дня высадки на участке Сворд был город Канн, важный узел дорог. Сходу захватить его не получилось. Наступавшие к нему канадцы были встречены контратакой 21-й танковой дивизии немцев. В середине дня 6-го июня к районам высадки отправились корабли, которые буксировали за собой причальные конструкции Малбери. Прямо на песке началось сооружение искусственной гавани. Это позволило снабжать крупную группировку, включающую танки и артиллерию. Уже к исходу дня Д на побережье высадились 156 тысяч человек и несколько тысяч единиц техники, включая 500 танков. Второй фронт в Европе официально был открыт. В ходе высадки общие потери союзников составили около 10 тысяч человек. Немцы по разным оценкам лишились от 4 до 9 тысяч солдат и офицеров. Гитлер, узнав о высадке, не спешил давать разрешение на использование резервов. Он по-прежнему считал, что главный десант союзников будет в порту Кале. Эта стратегическая ошибка дорого обошлась немцам. 18 июня союзники блокировали немецкие части на полуострове Катантен, а 29 июня захватили стратегически важный порт Шербур, улучшив свое снабжение. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, помогите нам его распространить при помощи вашего лайка, комментария и подписки на канал. Все эти действия помогают распространить видео, особенно ваши подписки, а поддержать канал финансово можно с помощью сервиса Бусти или оформить способство на самом канале. Все ссылки есть в описании под видео. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, который мы собираемся активно развивать. Спасибо огромное, что остаетесь с нами, а мы, в свою очередь, будем и дальше стараться радовать вас новыми качественными выпусками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!